Новый день Спешит в рассвет Новый день Подарит тебе Тёплый след В душе твоей Новый день Пришёл, открывай скорей Осеннее настроение программы Новый день создали флористы студии Эль Парк Доброе утро, дорогие наши телезрители! Всех приветствуем на телеканале Актиз, программа Новый день и в студии Дарья Царанок И Никита Старицын, здравствуйте, наши любимые! Сегодня 27 ноября, понедельник, день не тяжёлый, потому что вы начинаете его с нами Ну что, к праздникам, Никит? Сразу? Да, да, первый праздник, который я хочу представить, это День морской пехоты России Армейский праздник Профессиональный праздник всех военнослужащих, военнообязанных и гражданского персонала Российской Федерации Проходящих службу и работающих в формированиях морской пехоты Вооружённых сил России День морской пехоты установлен приказом главнокомандующего ВМФ России номер 433 от 19 декабря 1995 года И... Анекдот в тему, да-да-да Анекдот в тему, почему морская пехота оказывается в бою лучше, чем обычная пехота? А потому что им некуда отступать сзади моря Вот так вот Еще один праздник сегодня – День оценщиков В 1996 году по инициативе Российского общества оценщиков Министерство труда и социального развития утвердило квалификационную характеристику под должности оценщик Акта праздники? Оценщик – особая профессия, без нее невозможно представить современный рынок Спектр оценочных услуг существенно расширился за последние годы Оценка недвижимости, бизнеса, интеллектуальной работы, объектов культурного наследия С каждым днем желающих воспользоваться профессиональными услугами в этой сфере неуклонно растет С праздником вас! С праздником! Дарья, а можно я немножечко в сегодняшнее утро и в сегодняшний день немножечко романтики внесу? Я бы, конечно, за! Любая женщина была бы за! Праздник сегодня, знаешь, какой необычный день слушания музыки вечернего города Ой, как интересно! У меня почему-то сразу не в обиду Ангарску Питер перед глазами, не знаю почему Какая-нибудь красивая набережная, эти музыканты, живая музыка, прогулка, лето Но ведь Ангарск это маленький Питер, можно сказать Ну вообще, да, кстати, да, 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 постройки напоминают, да и вообще не только по архитектуре Поэтому набережная, живая музыка, вечерние прогулки с любимым человеком Друзья, а в народном календаре Филипповка, Заговение, последний день перед рождественским постом Филиппово Заговение было последним днем свадебного сезона Потому что в пост свадьбы не справляли, а следующий период свадеб начинался уже после праздника Рождества Плавно переходим к персонам дня Многие, конечно же, парни, мальчишки желали походить на него и даже стремились к этому Не знаю, Никита, узнаешь ты сейчас или нет, о ком я говорю 27 ноября 1940 года родился американский и гонконгский киноактер, мастер восточных единоборств Брюс Ли Конечно же, конечно же, как не узнать, просто легенда И наверняка в детстве он тоже мечтал стать похожим на Брюса Ли Владимир Машков, российский актер театра и кино, режиссер, народный артист России Отмечает сегодня свой день рождения Еще одна очаровательная имениница Галина Польских, российская актриса театра и кино Народная артистка России сегодня отмечает свой день рождения А мы по традиции поздравляем всех, кто родился 27 ноября Желаем вам счастья, огромного любви, здоровья И отметить этот день именно так, как захотите вы, как у вас было запланировано Передаем вам поздравления и пламенный привет Мы переходим к самой интересной части нашей программы К самой долгожданной, которой мы с Никитой тщательно готовимся Это гость в студии Бария, у меня вопрос к тебе А ты любишь? Да, начнем с тебя А ты любишь фотографироваться? Да, и фотографировать, и фотографироваться Мне тоже нравится А вот наш герой и гость студии говорит, что фотография это его профессия Виктор Григорьев, сегодня профессиональный фотограф У нас в гостях Да, Виктор, давайте вот начнем наш с вами сегодняшний диалог с такого вопроса Сколько лет вы в профессии? Из армии я пришел в 1981 году Ну вот, с этого времени я Все время свою жизнь, можно сказать, посвятили фотографии Да, я поступил на завод бытовой химии И там была группа эстетики и промышленного дизайна И там мы занимались фотополимерными печатными формами Делали вот эти вот картинки, надписи, рисунки На мешках полиэтиленовых, на сумочках Вот эти вот пакеты современные, да? Сумки-пакеты в современном понимании Вот На полистирольных разных банках Там, собственно, завод бытовой химии Обладал уникальным, в общем-то, арсеналом оборудования Было уникальнейшее просто по уровню России Вот, фоторепродукционная машина Какие-то фотокамеры, там, неограниченное количество фотопленки Ну, то есть, как бы, судьба распорядилась Жизнь так, что вы попали в эту сферу Да Не целенаправленно, да? Целенаправленно Я закончил ангарский политехнический техникум Я техник-механик по ремонту и оборудованию Монтажу нефтегазоперывающих заводов А, ну вот я и говорю, что да Цель была какая В 79-м году в техникуме участь Перед Олимпиадой в 80-м Я увидел в магазине «Тимур» тогда Фотоаппарат «Зенит ТТЛ» Там можно было через стрелочку Через экспонометр Замерять экспозицию Все там, значит, так было круто Но денег было мало Экономил на пирожках, собственно, да И купил его Мама помогла Вот А в армии Там часть режимная Секретная Нельзя было снимать Совершенно пользоваться фотоаппаратурой Вот И когда я пришел на заводе Куда я хотел поступить Ну, не было места такого вакансии И вот вдоль ангары Пешочком в ботиночках венгерских Которые лопнули 40-градусный мороз Дошел до этой фотолаборатории Завода бытовой химии За что я признателен Вот И там нормально все было И персональный оклад был И все было хорошо И травление по металлу И получается с того времени А вам сейчас, если не секрет, извините Сколько лет? Ну, вы можете не извиняться 65 лет Год юбилейный Прекрасно выглядите Да, да И знаете Так судьба распорядилась Я С 90-го по 93-й год Преподавал фотографии Во дворце пионеров И школьников Ну, тогда он так назывался Потом он стал называться Дворец творчества детей и молодежи Вот Куда меня позвала Ольга Владелина Синюкова И там с нуля Пришлось разработать Программу по фотографии Обучающую Для ребятишек И был, в общем-то Самый лучший Фотокласс у нас По оформлениям Именно кабинета Вот И дети, ну Разные были Из интернатов Отовсюду С ними надо было со всеми Найти общий язык Ну, многие до сих пор, знаете Приходят в фотосалоны Ангарска И помнят меня Благодарят Мы учились у Виктора Григорьева Вот это приятно Работа у вас просто шикарная Мы сейчас вот Ознакомились с работами Просто здорово Особенно фотографии Ангарска Нам очень понравились И вот вопрос такой Прямо сейчас Работает ваша Персональная выставка Расскажите Как прошла презентация Чем удивляете Посетителей Выставка Появилась не случайно Потому что В 2007 2008 году Я с этими Так сказать Ангарскими Промышленными Предприятиями Работал очень плотно Над книгами К их юбилею Тогда Пятидесятилетнему А в этом году Им уже 66 лет Вот И там Предоставилась Уникальная возможность У меня сохранился архив И я Негативы свои Или там Допустим Цифровые изображения Я их всегда дублирую В трех разных носителях Приятно Что нужны Вот эти снимки 2007 востребованы Байкал Допустим Слюдянка Вот эти предприятия И мне интересно было Получить вот это предложение Сделать образовательный проект Для школьников И я как волонтер Для Музея Победы Эту выставку Сделал При поддержке Финансовой Полностью Этого предприятия И в этом году Предоставилась Уникальнейшая возможность Я побывал Там же Где я был В 2007 2008 И увидел процесс Изнутри Понимаете До глубины Прошел От и до Все вот эти вот Точки А началось все больше С творческой части Или с технической Знаете Началось все В далеком детстве В 23-м квартале На улице Матросова В школе номер 13 Там вот Улица Сибирская Потом на улице Восточной И школа номер 2 Вот эта На улице Иркутской Мы вот здесь вот Везде поучились И пацанами Мы всю Российскую Советскую тогда Фототехнику Ну что называется На кончиках пальцев Изучили Мы ходили в кинотеатры Переснимали какие-то кадры из фильмов Понимаете До этого доходило Учились проявлять Закреплять Видите Сами искали литературу техническую Сами изучали вот эти все вот Нюансы составления проявителей Там какие-то граммы Все вот это вот Взвешивали Готовили Какие-то мелкозернистые проявители Работали с разными пленками Кинопленками И вот это все Оно позволило Адаптироваться Очень хорошо Плюс к этому Я был Заядлый мотоциклист С малых лет Гонял на всем Что движется И все что шевелится Все эти Уралы Днепры я разбирал Там по винтикам По болтикам Сам ремонтировал И в тайге Везде Было здорово И поэтому Вот так вот Эта жизнь У вас компания прямо Да У нас такая дружная Дружная компания Совершенно верно По интересам Вот И потом это очень сильно В жизни пригодилось Когда Мы видим Да И вот Видите в чем еще Прелесть ситуации Мои снимки видят Сотни наверное Тысячи Может и миллионы людей Они не просто лежат у меня В компьютере И греют мне душу Да я вот говорю Какой ты там Виктор Алексеевич Молодец Конечное воплощение Вот эти вот Полиграфические продукты Иллюстрация книг Календари Вот Это все Для людей Вот Многие работы В других городах В странах находятся Фото на холстах Вот это современная Техника Современная техника Печати еще Она делает Твои возможности Безграничными Собственно Вот Творчество Как вы спросили Оно началось именно В газетах Когда я пришел В ангарские новости В девяносто восьмом году В ангарские новости Мировые репортажи Нужно было быть Универсальным солдатом Что называется Ну или как музыканты говорят Мультиинструменталистом Так вот Ну вообще без вариантов У нас на телевидении Такие же операторы Хочу сказать Универсальные солдаты Самое интересное С актисом Визуализировать Учись снимать Монтаж Коллегам Знаете В своей прихоти Всего Всего доброго И нам И нам Утроэнергия Доступные Каждый Стопу развернули С бедра Складываем В другой стороне Далее Далее Переходим К спине Спина у нас Одна Но катаем мы В два захода Поясничный отдел И выше грудной отдел Не пытайтесь сразу Захватить всю спину Именно Прочувствуйте Каждое положение Катаем Сначала Поясницу Полежали Подобрали Относительно комфортное Для себя положение Тела Если у вас где-то Сильно болит Фиксируем Также это положение Прокатываем Когда уходим На грудной отдел Мы себя Чуть-чуть обняли Чтобы растянуть Мышцы Широчайшие И прокатать Хорошо Грудной отдел Позвоночника Шейный отдел Тоже можно катать Но у меня Достаточно Широкий варик Большим диаметром Им будет не совсем комфортно Если у вас дома Есть валик Поменьше То вполне можно Также Если мы Остаем все На спине Чтобы прокатать Широчайшую мышцу Ложимся на бок Растягиваем Широчайшую Убираем руку Чуть за голову Чтобы ее растянуть И ловим Положение Где у нас Мышца Чувствуется Один бок покатали Также развернулись Второй бок покатали Не ленитесь Прорабатывая Именно две стороны Голень С передней поверхности Мы не раскатываем Потому что у нас Там кость надкостница Мы ее не трогаем Катаем Только мягкие части Квартрицепс Четырехглавая Мышца бедра Опираемся на руки Опираемся на ногу И катаемся Одну ногу покатали Если также У вас какая-то часть Больше болит Фиксируем положение Опорная нога Чуть в стороне Согнута Мы на ней Опираемся И с помощью нее Помогаем себя Прокатить Вперед-назад Для того, чтобы прокатать руки Здесь удобнее использовать Массажные не роллы А мячики Они меньше в диаметре Ими удобнее Оперлись на стену Легли на пол И также кость точечно прокатывая Но я думаю Для того, чтобы привести себя Чувство после тяжелого Рабочего дня Для начала Это будет достаточно Используйте наши упражнения Не только для разминки Но и для заминки И тогда и весь день Вы будете энергичны Ночно будет проходить Хорошее восстановление С вами была Ваша ведущая Оксана Малых Увидимся в новых передачах Оксана, мы вас благодарим Мы размялись Вместе Сегодня У нас был Замечательный гость Фотограф В студии И хочется Немножко вернуться К этой теме И поговорить Про фотографии И расскажу Свой опыт Мне нравится Листать альбомы Которые есть У родителей Которые, допустим Моя мама сделала С моего детства С юношества Но У меня даже Куплено Три альбома Я не могу Пойти распечатать фотографии Я даже начала Уже отбирать их Где-то примерно Полтора года назад Часть История Передача Вот именно Момента Сегодняшнего В день Завтрашний Ну и в то же время Это один из вариантов Заработка Потому что контент Сегодня это Прямо Одна из Ну да Популярная Популярная Сфера И еще Фотография Это память Вот я по себе знаю Что Не всегда вспомнишь Что было пять лет назад Семь даже Вот даже мы Не говоря уже Про детство И так далее А тут открыл Посмотрел Пусть не фотоальбом А галерею телефона Раз 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 И все И у тебя так все Свяжилось в памяти Очень здорово На самом деле Круто что Когда-то Создали Первый фотоаппарат Да это очень классно И я думаю что Вот фотографировать Надо прямо вообще Все Где взять столько Памяти Сейчас Эти фотографии Они ну не особо Актуальны Интересны Но пройдет Лет пять Десять пройдет И они встанут прямо Вот каждое здание Улица А нужно вот сейчас Посмотреть фотографии Десятилетней давности Нашего города Ангарска Или любого другого Ну конечно все меняется Особенно это кстати Касается девушек И женщин Я заметила такую тенденцию Сфотографируешься Где-то Мероприятия Фотосессия И не все Нравятся себе Когда смотрят Говорят ну как-то вот Вроде не очень Проходит даже Буквально полгода И смотришь Эти фотографии Ну так я красотка А если пройдет Еще пять лет Думаешь господи Ну как я себе могла Не нравиться Поэтому милые женщины Наши телезрительницы Девушки Фотографируйтесь Не стесняйтесь Запечатляйте моменты Пусть это будет праздник Или будний день Вы с удовольствием Посмотрите на себя Через время И побольше вам Классного контента в ленту Побольше ярких эмоций И фотографий Мы вынуждены сказать вам До свидания на сегодня Рады были вам Рассказать О всех текущих праздниках Событиях Мероприятиях До новых встреч Пока Новый день Спешит в рассвет Новый день Подарить тебе Мне Теплый след В душе твоей Новый день Пришел открывать скорее Гороскоп на 27 ноября Овер Хорошее время Для того чтобы задуматься Над необходимыми Изменениями В имидже Можно оставить в прошлом Вредные привычки И начать цикл новых упражнений Телец Приготовьтесь В вашей жизни Произойдут какие-то Значительные перемены Можно сказать Глобальные Близнецы Постарайтесь не зацикливаться На вещах К которым у вас пропал интерес Это верный знак того Что нужно двигаться дальше Рак Пришло время для фантазий И творчества Это значит Что ваше хобби Возглавит список Главных приоритетов Лев Чем грандиознее планы Или значимее ожидания В отношении этого дня Тем больше может быть разочарование Избегайте любых чрезменностей Дел Если вы захотите существенно Изменить свой внешний вид Самое время сделать Новую прическу Или обновить гардероб Весы Вы будете в самом лучшем Расположении духа И если решите Как следует развлечься То достигните В этом Небывалых высот Скорпион Повышенного внимания Потребует Финансовый вопрос Покупки делайте Только необходимы Отложите Посещение парикмахерской Салона красоты Стрелец У вас не будет Времени на вторую попытку Поэтому необходимо Решать вопросы По мере их возникновения И причем Наиболее целесообразными Способами Козерог Не выдвигайте Своим близким Никаких претензий Предоставьте им в этот день Заниматься теми делами Которые для них Являются первоочередными Водолей Звонок Или электронное сообщение От родственника Напомнит вам О взятом на себя Важном обязательстве О котором вы предпочли бы Забыть Рыбы Ваше правое полушарие Будет работать В полную силу Находя ключи К решению проблем В казалось бы Незначительных деталях Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Субтитры делал DimaTorzok